Да, смотри, 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 сбавляем скорость, сбавляем скорость, сбавляем скорость, оп. Нет. Нет. Всем утюг, с вами Глюк и Сорс. Ай, подожди, здрасте. Этот трактор сегодня со мной. У меня просто отбой не молоток был в руках, я сядю. Ребят, короче, мы вернулись в КСП, сегодня у нас будет супер по пермиссия, мы собираемся сделать высадку на Луну. Ни разу не вылетал. И у нас будет такая специфика, типа, я делаю ракету-носитель, которая доставит на Луну ровер, а ровер делает у нас Сорс. Ну, ровер попроще, он хотя бы не разобьется, наверное. Вот, я как самый опытный просто буду руководить полетом, вот, а потом посмотрим, а потом еще что-нибудь сделаем. Короче, ребят, с вас лайкос, и еще кое-что, что я хотел сказать. Вот прям в описании под роликом есть ссылочка на мой ТикТок, вы можете зайти, подписаться, ну, там, всякие интересные моментики из роликов, возможно, тебе понравится. ТикТок не люблю, но ради прикола зашел посмотреть, что-то там где-то. Вот, видите, вот человек зашел, а вообще капец. Не, ну это не я, это просто я, это он виноват. Да, 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 ага. Слушай, ну, три, я как полный нуб, вопрос, что должно быть у ровера кабиной? Мы же с людьми едем или без? Да, ну, в принципе, можно и без людей, но с людьми интересней. Когда ты рискуешь чьей-то жизнью, всегда интересней. То есть должна кабина быть хотя бы на два человека. Ребята, я закончил свою ракету. Вот сейчас вы можете видеть ее на своем прекрасном экране. Я закончил ровер. Возможно, я переборщил. Я уже сто лет не летал до Луны, и я не помню, сколько нужно двигателей, тяги и всего. И я, короче, сделал просто, чтобы наверняка. Тут, короче, внизу одна ступень огромная из скольки, получается, 8, 16 ракет и двигателей. Тут наверху еще 5, плюс еще посадочный модуль небольшой. Короче, я уверен, как-нибудь мы долетим. Возможно, врежемся и пробьем насквозь Луну, но долетим. Так, а это у нас ровер. Я еще не смотрел, что он тут сделал-то. Ну, ты сказал, сделай несколько солнечных панелей. А, ну, в принципе, это еще нормально. Ой, что там внутри? Открой этот багажник. Так там дырка у тебя, ты там хоть нос бы какой-то поставил. Ну, а я не виноват, что нету заглушки такой прямой. Нет. Ну, просто заглушки, чтобы она просто закрыла и все. Обтекатели, переходники, ну, блин. Ну, ничего такого, да. Ну, понятно. А, ты видел, сверху запасное есть кресло управления такое. Так это надо было, знаешь, что? Там есть грузовые всякие штуки, которые других форм, которые просто там на бок цепляются, и их бы, в принципе, хватило. Ребята, короче, съемки продолжаются на... Через два дня после того, как мы начали записывать этот ролик. Ну, по факту, да. Я уже в другой одежде, все уже вокруг другое. Вот. И ракета тоже другая. Ну, в принципе, та же самая, но просто часть ее жопы пришлось переделать, чтобы она вписывалась в размер в 200 деталей. Да, потому что мультиплеер почему-то у меня не подтягивает кастомные настройки, и это надо еще, короче, разбираться. И теперь у нас деталей 199. Прямо, прям, прям еще одна и все. Прямо вот чуточку, да, вот это вот вписался еле-еле. Так, смотри, короче, что мы делаем? Я запускаю всю эту дичь на стартовую площадку. Я на стартовой площадке, а ты где? А, вон, Source едет. Отлично, вижу. Как тебе ракета? Ну, скажем так, лучше, чем я встроил. Блин, слушай, и не лагает, что ли? Растяй, сколько, слушай. Ну, это для безопасности. Я попытался уже прям по максимуму все вот делать правильно. Не уверен, что получилось. Хорошо, что мы хотя бы в креативе играем, потому что у меня в сценарии не получилось даже дойти до тех двигателей четверных, которые вот эти вот. Ну, понимаю тебя, да. Честно, мне почему-то отбили желание одному играть в эту игру, потому что, ну, раньше такой, типа, ну, попробую, научусь. Не такие, о, блин, говно редко, ну, ладно, все. Ой, да, не, это всегда так, думаешь, мне такой не прилетал. Слушай, ну, у нас скоро что-то маленькое. Я сейчас, что-то вот, сейчас уже надо отделять одну нижнюю ступень и... Эм, ну, да. Меня это немножко пугает сейчас. А мы вроде бы хотели лететь на луну, да? Да, нам нужно сначала выйти на орбиту. А у тебя нижняя ракета это что, молот кувалда или как она там называется? Ой, я не помню. Ну, короче, что-то самое длинное. Ну, это твердотопливное. Ну, я понял. Блин, там топливо уже осталось, прям на донышке. Слушай. Отсоединяем. Вот, тут немножко лагерь, конечно, у меня есть, при этом присоединении. Ну, что, делать мультиплеер. Так, все. Хорош. Так, 30. Какая у нас высота? Высота в 30, да? Ну, 37. 37. Нам нужно уже делать орбиту потихонечку. Сейчас вот на 90 градусов полетит. А, у нас 4000 запас этого. Так вы называете, я забыл. Наручи, я супер профессионал, наверное. Нам нужно еще сейчас боковую эту вот всякую выставить. И мы вот сейчас топливо потратили ровно столько, чтобы вылететь. Суборбитальный полет сделать. Но нам там не хватит. Так что, грубо говоря, как любит говорить Коля, зафакапили, да? Не, пока еще не зафакапили. У нас еще топливо приличное и должно хватить, по идее. Ну, у меня обычно на этой стадии, когда я пробую это сделать в карьере, остается где-то 900 топлива. Так что, в принципе... В принципе, тут запас есть. Ну все, у нас орбита есть. Причем довольно круглая с ушей. Сколько раз? На сотни километров. На сотни километров, да. Ну-ка посмотрим на эту красоту. Я обожаю смотреть... Ну, она... С одной стороны чуть-чуть выше, правда. Тут вид не очень сейчас. Подожди, я знаешь, что сделаю? Сейчас промотаю немножечко. Так, ну смотри, что мы, значит, делаем дальше. Сейчас вот будет самое, наверное, сложное. Это сделать правильную траекторию. То, что у меня в прошлый раз совершенно не получилось. То, что у меня ни разу не получалось. Праведливости ради. Так, это красные у нас домуны, окей. Жалко, что я не вижу твои эти маневры, которые ты выставляешь. Я только увижу по факту орбиту, по которой мы летим. Ну, в принципе, тоже должно быть лететь. А что прям там совсем не показывают? Ну, у меня показываются вот сейчас апоцентр и... Ну, короче, две точки. Нарисован круг орбиты текущий и все. Как бы и дальше я только луну увижу. То есть все вот эти вот красивые графики пересечения мне недоступны, к сожалению. Ну, а зато, ребята, у тебя на ролике это все увидят. Как ты старался. Хотел, чтобы мы не умерли. Главное, знаешь, что главное сквозь луну не пролететь. А то можно, по идее, траекторию такую построить, что ты прям сквозь луну должен проложить. В прошлый раз мы сквозь кербин пролетели. Да. Было весело. Да. Хорошо, что не было этих живых кербинавтов. Так, смотри, я ускоряю время до точки, сейчас синхронится. Разберемся. Так. По направлению сейчас выставляемся. И нужно ускориться на 700 метров в секунду. Блин, 700 метров в секунду, это километр в секунду, охренеть. Ты уверен? Да. 700 метров в секунду умножаем на 3,6, а то получается 2000 километров в час. И вот. 2100. Раз, еще немножечко. Еще 300, 200. Как вытягивается. Такая длинная сосиска отбиты. Фоу. Тихо, 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 тихо. Ну, в принципе, мы сейчас летим. Мы там сейчас будем сбрасывать скорость, так что это нормально. Вот по факту, а в луну, если мы ничего не сделаем, то улетим дальше минуса. Да, это если мы ничего не сделаем, но мы сделаем. Топлива у нас еще должно хватать. Вполне себе. Ну, или мы умрем, я не знаю. Ну, ты понял, у меня показатели топлива, они здесь на датчиках меняются, а вот в левой этой колонке, там, где двигатель и тангаж резко нет, там у меня ничего не меняется. Не переживай. Скорость пишется, и все. Так, смотри, я проматываю до момента соприкосновения с гравитацией и луны. Ну, то есть до кремовой этой штуки. Да, да. Или оранжевая. Я приближаюсь к луне уже. Ну, я вижу, у меня отображается тут. Вот. Ну, все. Синхрон опять. Я же за тобой смотрю. Еще буквально чуть-чуть, 22 минуты до вступления в контакт с гравитацией и луны. Сейчас еще чуть-чуть ускоришь. На секундочку, муны. Муны. Муны, муны, окей, да. Ну, муны. Это сложно произносить. Я уже привыкнул луна. Кстати, если песня была голубая луна, то здесь будет что-то розовая луна. Голубая луна. Так, все, смотри. Синхронься, и сейчас нам нужно будет против направления движения лететь. Ну, а иначе мы нахрен убьемся. Вот мы уже ближе подобрались. Короче, смотри, мне нужно в перецентре или как, да, в перецентре нужно будет сбрасывать скорость. Потому что если мы раньше сбросим, мы топ и упадем туда. Ну, это понятно. Слушай, по сути, мне нужно брать уроки пилотирования, потому что это больно. Ой, е-е-е, какой приз. Все, что ты делаешь, я вот это вот не понимаю. Наверное, потому что все-таки земля, это тут луна. О, распредела, по-моему. Все, да. Все, мы сбрасываем скорость. Сейчас у нас должна орбита построиться вокруг луны. Можешь посмотреть на карте. Ну, пока что еще нет, но мы закругляемся, да. Да-да-да. Сейчас, 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 все будет. Еще чуть-чуть. О, мы уже яйцо. Мы уже яйцо, да. Это прикольно, на самом деле, когда ускоряешь вот так вот, то типа оно вращается очень красиво. Ты, получается, то отлетаешь от нее, то приближаешься. Ага. А смотри, вот когда смотришь на ракету сейчас, да, вот реально, как в космосе, типа солнце засвечивает, а темные участки такие темные, что нифига не видно. Да. Классно. Так, ну я надеюсь, что мы не сдохнем. Я немножечко забыл, как это работает, и нам нужно сделать так, чтобы скорость у нас была горизонтальная, не очень большая. А она, по-моему, самая небольшая, я не помню. В перецентре. В перецентре, по идее, да. Нет, в перецентре она получается... Дай подумаем. Внутри, в перецентр она разгоняется, потому что увеличивается гравитация. Потом она вылетает, и по центре, там, где она заворачивает, у нее получается самая маленькая скорость, потому что гравитация его поворачивает. Вот, а получается в перецентре сейчас самая большая скорость. Ну да. Вот, значит, мне нужно в перецентре замедлиться. Тогда у тебя по центру опустится. У тебя дальшая точка взглянется ближе к тебе, если ты будешь тормозить. Да, да, все правильно, так и должно быть. И получится, что у нас будет... Ой, как быстро оно уходит. Ну ты. Вот я чуть-чуть буквально газону, оно как-то даст. Ну, вот так бывает иногда. Главное, чтобы топливо не вылетело через сопло. Ух, красота какая. Красота и стрёмно. Знаешь, как оно по-глупому звучало? Я газонул, оно как дал. Ой, все. У нас тут серьезные космические перелеты. Возможно, со смертельным исходом. И, кстати, топлива, кстати, пипец мало. Ну, я вижу, что жидко-вотоплива. И электроэнергии, кстати, мало. Можно будет... Ну, у нас есть солнечная батарея, я думаю, нормально будет. Солнечная батарея есть на... Или, подожди, оно из моего ровера сосало энергию? Да. Если у тебя батареи там стоят, то, значит, состало. У меня там шесть батарей стоит. И немножко солнечных панелей. Да, значит, оно оттуда состало. Ну, ничего, у меня тоже стоят на этом, на модуле приземления. У меня тоже стоят. Хорошо, что стоят так. Тормози, ты чё? Смотри, короче, сейчас... 40 километров на 19 километров. Вот сейчас, короче, такая тема. Нам нужно приземлиться. Но приземлиться нужно желательно в зоне, которая будет светлой. Потому что где темная, там будет, ну, в темноте это звездец. Ну, это нифига не видно. И осветительных приборов у меня, если чё, нет на ролере. Вообще. Блин, поехал. Ну, молодец. Молодец. Поехал на луну без лампочек. А ты варпаешь, что ли? Да, я варпнул немножко. Сейчас, смотри, сейчас еще буквально немножечко сократим. Пытаемся на светлой стороне приземлиться. Поняли. Страшно, пипец. Да, страшно, да устрашки. Просто я уже настолько давно это все не делал. О, стоп, стоп, стоп. Я никогда этого не делал. Все, мы в кратере, смотри, мы в кратере должны приземлиться. Так, смотри, я отрубаю. Мы же на солнечной стороне, да? Ракета полетела. Ой, сука. Мне стрёмно. Так, выдвинуть. Какая болванка спереди? Да. О, какие ножки. Посадочные. А где же ваши ручки? Я не знаю, она сможет справиться с этим давлением интересно. Честно, я не знаю. Вот и я не знаю. Слушай, у меня другой вопрос. Вот если у нас получится, а что мы в другой миссии будем делать? Вдруг ребята еще захотят? Не знаю. О чем я, чем я. Об этом лучше пока не думать. Главное сейчас думать о нежу. Не думайте. А где-то приземлились нормально. Поняли сейчас самое главное. Не думайте об этом. А, кстати, топливо очень быстро уходит. У щука. Я вижу 200, по 200 топлива и монотоплива 53. Я даже не знаю, чувак. Где два косаря топлива? Это очень хреново, на самом деле. Я верю. 17 километров об луну как-то неприятно будет. Так, я не знаю. Мы сейчас будем ждать. Мы сейчас будем ждать, наверное, на маленьком топливе. Будем потихоньку снижаться. Разворачиваем солнечную панель прямо здесь. То есть понимаешь, что мы ее, скорее всего, потеряем? Не знаю. Но нам нужно электричество для функционирования этих. Понимаешь, оно обычно заряжается от этих? Ага. От топлива. А тут не заряжается. У этих двигателей, видимо, нет такой способности. А нам очень нужно стабилизироваться сейчас. Подтнявое ощущение, зато энергия набирается. Да у меня вообще жим-жим сейчас и все. Ты знаешь, как я давно уже этого не делал? Это страшно. Это же наши огурцы. Мы должны же их засолить еще на луне. Блин. А у них и парашюты, и ранцево-реактивных у них, скорее всего, не... Не, ну, кстати, можно эвакуироваться. Есть шанс, что они выживут, в крайнем случае. Какой высоты? С пяти километров? Ну, примерно. Ну, понимаю, парашютисты бывают, обматываются парашюты. Не, у них ранцы, они могут просто одеть и спокойно спускаться. А, у тебя же не умеют? Да, можно попытаться еще с монотопливом выжить, но я, если честно, я не помню, как им управлять. Смотри, вот скорость потихоньку падает. Ну, вот монотопливо на данный момент больше, чем топливо и окислители. Ну, 30 метров, подожди. По-моему, безопасное падение на твердую поверхность, это 14 метров в секунду. Какая безопасная, выживающаяся. Я не помню. Ну, на земле это так, здесь, возможно, из-за меньше гравитации и больше. Сейчас, смотри, я немножко хочу промотать, я ускорился чуть-чуть. Ага. Сейчас где-то на 200 начну тормозить, даже, наверное, еще раньше. На 200 метрах? Да. Или на 2000 метров. Ты не путай. Так, еще чуть-чуть топлива осталось, прям совсем чучечку. Ага, 5, грубо говоря. Нет, топливо! Топливо, не кончайся! Кончилось. Тюка. Ладно, надеюсь, мы выживем. Я не знаю. Мы живые? Мы живые, у меня черные края, если что. Да. Подожди, а как мне к тебе переключиться? Ты, прикинь, сломался ровно то, что нам было не нужно. Чувак. Вездеходы, на вон. Я кое-что обнаружил. О! Я не могу переключиться, я вижу планету. Я забаррикадировал выхода случайно. И все, и ракеты. Да. То есть, они сидят внутри, но вытяните, чем мог. Труто. То есть, я сделал ровер, из которого можно выйти. Специально снял солнечных панелей. А у тебя в ракете выйти нельзя. Да. А у них нет ломиков, нет. А самое обидное, знаешь, что это все из-за того, что нас топлива не хватило, а я тогда выбросил лишние баки. Короче, слушай, они здесь в любом случае сейчас умрут. А у меня есть идея, давай повторим. Ладно. До момента полета над луной. Мне интересно, а какой из наших... Я, наверное, надо это выключу двигать. Потому что он, скорее всего, жрет немерено. А маленькие, скорее всего, жрут мало. В прошлый раз мы падали с 20 километров на сотни топлива, грубо говоря. Угу. Или на двух. А сейчас 400. Окислители и 300 топлива. Вообще вопрос как бы не стоит. А у тебя что их три? Кто такой Мосса Керман? Кто? А, так я троих взял. Чем? А, инженер. Ну, будет трое, что плохо, что ли? А, я, кстати, не уверен, что там кто-то из них инженер. А, инженер, да. Двое инженеров. Там должен был быть еще один научный работник, но куда-то он... Он в прошлой экспедиции остался, ведь его где-то здесь. Да, смотри, смотри, смотри. Забавляем скорость, сбавляем скорость, сбавляем скорость. Оп. Минс Летел. Нет. Нет. Уже по моему роверу. Неужели? Эээ, зачем? Ну, потому что страшно, Блэд. Я выправлял сейчас как мог. Как мог просто? Сейчас, подожди, я знаешь, что сделаю? Я сейчас направлюсь вот в сторону, вот там вот низина есть. Блин. Блин. Дамит. О, давай. Поехали. Поехали вниз, там безопаснее. Давай. Я говорю, что мы поедем. Вопрос знаешь в чем? Я сейчас должен буду этот кожух снять. Ага. Эээ. Боком. Ну, типа, вот твой ровер. Как его перевернуть теперь? Я почему? Пристала, мазв... Он крутится. У нас же QE есть. О, пристала. Хорош, хорош. Стой, 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 остановись, остановись. Остановись и переключись. Переключись на меня. Подожди. А, ну все, поставил. Поставил. Еее. Пристала. Кстати, как тебе внешний вид? Нормально. Куча панелек. Я просто, ты говорил, не экономить на электричестве. У нас 820 энергии из 2500. То есть 2500 запаса твоей ракеты, это был мой ровер. Подожди, я даже свою поставлю нормально. Да, все-таки гироскопы творят чудеса. Ти-ти-ти-ти-ри-ри-ри-ти-ти-ти-ти-ри-ри. А Роберт-то не тормозит. Я же забыл на тормоза поставить, да? Молодец. У меня есть какой-то инвентарь даже, что это такое вообще. Ой. Камень, говоришь? А, ты в камне, да? Да. Камень, это я. У, жижа. Жиза, в смысле? Жижа. Ох, что эти вейперы проклятые. Ты посмотри, сегодня даже обошлось без взрывов, только фристайлы есть и все. Ракамакапоу. Вот эта скорость, а? Ты видишь это, да? Вижу. Че ты тратишь батареи и выключи свет в кабине? Нет. Там от солнца много энергии. Да, только все панели снизу. Вернул. А как так? Ребят, на этом как бы даже без взрывов-то обошлось. И я на самом деле в шоке. Ну, потому что перевернулись, колесо сломали. Вообще ерунда. Одного кербонавта засосало в черную дыру, другой где-то там в воздухе парит. Но в остальном вообще все здорово. Прикольно. Да, надо будет посмотреть, что у тебя в ролике будет, потому что у меня там не все. Пишите в комментариях, чем нам еще можно тут таким интересным заняться. Что такое построить. Может быть устроить соревнования по постройке чего-нибудь. Вот. В общем, обязательно пишите комментарии. На этом все. Всем удачи, всем павра. Пока. Ты подписаться должен на глюк. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бам.